Друзья, всем привет! Если вас интересовало, что происходит с пороком в ПТР 2.3, то я вам сейчас расскажу. По большому счету комплект не изменился, все описание порока осталось прежним. Здесь вы не увидите ничего нового, по-прежнему мы орудуем залпом, по-прежнему залп зависит от того, сколько у нас концентрации. И мы заинтересованы в том, чтобы концентрации было как можно больше, и максимальный запас концентрации поднимаем всеми силами. Вы понимаете, что мы собираем 6 предметов из комплекта порока. Мы берем на пальцы, надеваем оплот воли. В качестве камней используем зеев, камень возмездия, какого-то стремительности или прокрытия пленных. И прекрасно сюда заходит также очень хороший камень, сияние льда. Очень хорошо он смотрится с этим пилом, можете смело ставить его здесь куда угодно, вместо любого из этих трех камней. Вы помните, по крайней мере, те из вас, кто играли на сезоне, колчан на следе мертвеца, залп дважды поражает противников, запас здоровья которых составляет менее 50-60%. Это прекрасный колчан для залпа, и он вкупе с теми вещами, которые были добавлены Близзардами в 2.3, вытесняет из порог кредер-шот со стрелой стихии. Нам стрелу стихии использовать больше не нужно. Вы скоро поймете почему. Помимо этих вещей, мы хотим, чтобы у нас был гнев охотника. Скорость атаки умений восстанавливающих ненависть повышается на 30%, а наносимый имя урон на 30-40%. Урон нас не интересует, потому что атаковать основными умениями мы по-прежнему не можем, они наносят очень маленький урон. А вот скорость атаки это важно, потому что по большому счету 30% буст скорости атаки означает, что мы накапливаем ненависть на 30% быстрее. Это нас не может не радовать. И самое главное, конечно же, это изогнутый лук Яна. Давайте прочитаем две строчки. Уменьшает затраты всех ресурсов на 36-46%, и скорость атаки умений залп повышается на 40%. То есть мы в полтора раза быстрее кастуем залп, ну не кастуем, а стреляем. Кастовать можно сказать, наверное, все-таки про заклинание. А залп, не знаю, используют, применяют, выстреливают залп. И мы при этом несем в два раза, ну почти что в два раза меньше затрат по ресурсу, по ненависти. В итоге, посмотрите, насколько медленно ненависть у нас уменьшается. Но это, конечно же, не только благодаря изогнутому луку Яна. Давайте посмотрим, что у нас находится в клубе. В клубе у нас собрание стихий, громовая ярость, которую можно вполне заменить на катастрофу при желании. И пепельный мундир. Это еще 30% экономии ненависти в том случае, если мы используем огненные умения, а залп у нас будет как раз огненный. Так что мы с вами просто стоим на месте, со скоростью пулемета стреляем залпом, и очень медленно тратим при этом ненависть. Так что, как изменился порог? Вот так вот. Стрелять стали гораздо быстрее, а ненависть стала уходить гораздо меньше. Это вот и главное изменение. Давайте с вами теперь посмотрим на умения, что у нас по скиллам. Это возмездие с бешенством для того, чтобы быстрее регенерировать ненависть. Это залп с арсеналом для того, чтобы крошить всех в капусту. Отход под прикрытием с вниманием для того, чтобы быстрее восстанавливать ненависть и разгонять оплод воли. И также, естественно, обмотки ясности. Это кульбит на огонь для того, чтобы получить максимально дешевый способ быстро перемещаться по карте. Пепельный мундир снижает затраты по всем огненным умениям, в том числе по кульбиту, если он с руной на огонь. На изготовку с приливом сил дает нам еще 15 единиц концентрации, что здорово помогает разогнать комплект порока. Чем больше концентрации, тем нам веселее. И питомец волк 30% буст к урону. Что касается пассивок, это добивание 20% к урону. Тверда рука еще 20% к урону. Засада 40% к урону только по противникам с 75% запасом здоровья или выше. Бодительность воскрешалка. И смотрите, есть еще давно забытая руна баллистика, не руна, а пассивка, пассивное умение, которое сильно на 100% увеличивает урон от снарядов. У нас есть такое умение, это залп. Сам по себе залп не является снарядом, но те загогулина, которые вылетают из-под залпа, в том случае, если мы используем руну арсенал, это снаряды. Посмотрите, вот вылетают такие три загогулина. Вот такие вот. Вот они, это снаряды. Сам по себе залп не снаряд, а загогулина снаряды. И их мы, их урона мы можем удвоить, используя руну баллистика. Здесь вот надо пораскинуть мозгами, понять все-таки, стоит ли эта баллистика того, чтобы ей пользоваться или нет. На глаз сложно, честно говоря, сказать. На глаз мало что меняется. Может быть, я ошибаюсь. Посмотрите, проведите собственные тесты. Может быть, вам понравится баллистика, но лично я ее сейчас использовать не буду. Мне кажется, это немножечко сомнительный выбор. Опять же, я возьму свои слова обратно, если окажется, что я был неправ. Но, по-моему, лучше пока что без баллистики все-таки обойтись. Нам, в первую очередь, важно, что это огненный скилл, и он получает профит от пепельного мундира. Это в нашем случае самое главное. Вот, друзья, совсем, кажется, разобрались. Давайте сходим в портал, в Нефалимске, на Т10. И посмотрим, как будет себя чувствовать этот комплект. Очень приятный геймплей. Он довольно спокойный, гораздо более спокойный, чем у Натальи. Гораздо проще, чем у Натальи, справляться с этим Демонхантером. Думаю, что, возможно, мне сейчас удастся для вас это продемонстрировать. Давайте посмотрим. Так, это уже ошметки. В общем-то, если бы я выбирал, как играть, если бы я должен был выбирать что-то одно, как играть за порог через Наталью, как играть за Демонхантера через Наталью или через порог, я бы выбрал все-таки порог, просто потому что удовольствие от игры таким образом получить гораздо проще. Нам сейчас хоть одну литочку. Заварим литочку, и я начну с вами прощаться. Мы прекрасно работаем по толпе, у нас замечательные криты, мы очень хорошо себя чувствуем. Мы очень быстро восстанавливаем ненависть, учитывая, какие новые предметы нам дают Близзарды. Давайте сами просто посмотрим, как мы хорошо работаем по противникам. И да, я хочу напомнить, что в среду, то есть очень скоро, завтра будет вайп, в ПТР, и все придется формить заново. Все это делается потому и для того, что они допустили баг при запуске сезонов. В итоге крафтовые предметы, которые мы крафтили у Кузнеца, можно было надевать на любом уровне. И сезон просто провалился, потому что все сразу скрафтили себе предметы и раскачались с предметами 70 уровня. Что было против задумки Близзард? Они другой путь развития для новых сезонов персонажей, конечно же, готовили. Можно было догадаться, что это был баг. И теперь они, несмотря на то, что это явно была их ошибка, они все равно перезапускают полностью ПТР для того, чтобы уже с исправленным багом посмотреть, как будет развиваться сезон. Будет ли он развиваться по их изначальному плану? Что-то не очень много могов. Честно говоря, да, и вот и все, и закончился уровень. Ладно, давайте еще походим чуть-чуть. Ну, собственно, мне кажется, вам все ясно. 45-й великий портал мы разносим в щепки. Если карта коридорная, закрытая, нам, конечно же, тяжело, когда монстры со всех сторон атакуют. Это даже на 45-м великом портале нам очень много геморроя приносит. Но если карта коридорная, то мы довольно запросто контролируем толпу. В общем, друзья, большое спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам понравилось. Мне, извините, тяжело. Смотрите, жезл упал. Думал, может, жезл во. Было бы смешно, если бы жезл во упал Демон Хантер. Но нет, такого веселья не произошло. Мне тяжело, конечно же, одновременно играть и говорить. Мне приходится, самое главное, играть для того, чтобы все эти видео записывать, всеми персонажами. И это особенно сложно перестраиваться. Только я запомню, где какой скилл, на какой кнопке. Так я тут же перехожу на другого персонажа. Но ладно, не буду жаловаться. На самом деле, довольно казуальная игра. Если полчаса потренироваться, да и меньше даже, то быстро привыкаешь. Так вот, на чем я остановился. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам понравилось. Комментируйте, если у вас есть какие-то соображения по пороку в 2.3. Я не думаю, что этот комплект будет изменен в релизе, потому что он выглядит довольно нормально. Нечего здесь, мне кажется, менять. Он вполне сбалансированный. Геймплей абсолютно нормальный. Никаких претензий у меня к нему нет. Мне лично очень нравится. Если вам тоже нравится или вам не нравится, напишите об этом в комментариях. Всего хорошего. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok